Быть на позитиве сейчас модно. Когда у нас в жизни складывается всё хорошо, мы чувствуем радость, счастье и удовлетворение. А что случается с нами, когда рушится у нас жизнь? Когда у нас случаются проблемы, нет денег, приходит отчаяние. Печаль, безысходность, злость, агрессия, ярость. И этот список негативных эмоций очень длинный. Всем известно, что горе выражается слезами. И чтобы не заплакать, нам приходится стиснуть зубы покрепче. Напрягаем мышцы вокруг глаз и дышим как можно менее глубоко. А что происходит с нами, когда нас унижают, оскорбляют, и мы не можем дать этому человеку отпор? Мы чувствуем раздражение, обиду, ненависть, сломленность, бессилие. Хочется сжаться, стать маленьким или просто убежать. Эти эмоции часто остаются неназванными, подавленными и, разумеется, всегда непережитыми. Мы их блокируем и они консервируются в нашем теле. И потом наносят сокрушающий удар по нашему здоровью и нашей жизни в целом в виде различных ситуаций и проблем. И сегодня мы поговорим о негативных заблокированных эмоциях. С чем это связано? Чем они опасны? И как разблокировать эти эмоции? Чтобы они не портили нам жизнь. Приветствую всех на канале. С вами Елена Макаренко. Что же такое заблокированные эмоции? Эмоции – это эмоции, которые не пережиты, не высказаны, не отработаны. И мы их просто блокируем в своем теле. Они, как ржавчина, разъедают наше здоровье. Создают еще больше проблем и неприятностей в нашей жизни. И являются тем самым механизмом, который может привести к тем самым психосоматическим расстройствам. Не за месяц и причем даже не за год. Причина всех проблем и болезней – это негативные эмоции, которые мы часто проживаем в своей жизни. Негативные эмоции – это сгусток энергии, которая находится в нашем теле. И каждая эмоция имеет свою вибрационную частоту. Заблокированная эмоция может иметь размер от апельсина до размера дыни. И для того, чтобы ей подпитываться, поскольку она находится в нашем теле, ей нужна определенная энергия. И этой эмоции, как и нам с вами, нужна еда. То есть, чтобы жить, ей нужна энергия. И эту энергию она берет из различных негативных ситуаций. Как я уже сказала, любая эмоция имеет свою вибрационную частоту. С помощью этой вибрационной частоты она привлекает в вашу жизнь различные ситуации. К примеру, вы страдаете от безденежья. Естественно, вы, например, переживаете, раздражаетесь, злитесь. Или какие-то проявляете эмоции, которые связаны с отсутствием денег. Возможно, была у вас в жизни такая ситуация. Например, вас ограбили. В момент этой негативной ситуации как-то отреагировали. И эта эмоция у вас в теле заблокировалась. Ей нужно подпитываться. И она своими вибрациями будет притягивать к вам жизнь подобные ситуации, чтобы вы снова и снова, например, испытывали эту агрессию, отчаяние или злость, раздражение. И по мере того, как эта эмоция будет расти в вашем теле, то, соответственно, этих негативных ситуаций в вашей жизни будет становиться больше. Более того, любая негативная эмоция, она имеет место локации в вашем теле. Если вы в своей жизни очень часто проявляете агрессию, ярость, злость, одиночество, то это чревато в будущем вам гипертонией. Если, предположим, вы постоянно транслируете в своей жизни какое-то отчаяние, горе, то, соответственно, у вас могут быть проблемы с сердцем. То есть по мере того, как негативная эмоция у вас уже заблокировалась в теле, она создает свою резонансную частоту, и любая эмоция связана с нашим органом. По мере того, как она растет, набирает свою силу, то, соответственно, если, например, эта эмоция связана с вашим сердцем, либо с какой-то почкой, либо с каким-то другим органом, то, когда эта эмоция создает определенные вибрации на этой же вибрационной частоте и откликается этот орган, ну, соответственно, это уже приводит, например, в болезни. Поэтому, если у вас, например, ну, какие-то проблемы со здоровьем, это здесь нужно анализировать, потому что любая болезнь, она связана, ну, с проявлением каких-то определенных эмоций. А, соответственно, если вы эти эмоции проживаете, то просто-напросто это связано с тем, что в вашей жизни много очень таких негативных ситуаций, которые позволяют вам проживать снова и снова эту эмоцию. Поэтому вы можете проанализировать свою жизнь и, ну, как бы сделать такое умозом включения, каких же всё-таки негативных эмоций в вашей жизни больше. Ну, и, соответственно, какие у вас проблемы со здоровьем. Даже проанализировав ваше состояние здоровья, можно уже изначально определить, какие заблокированные эмоции в вашем есть теле. Что же запускает негативные эмоции в нашем теле? Как правило, это мысли. Предположим, у вас возникла какая-то конфликтная ситуация, которая связана с агрессией. Естественно, ситуация такая, что вы не можете проявить эту агрессию в полной мере, вы её подавили, и со временем вы всё время крутите и крутите мысли в этой голове. Потом вы начинаете замечать, что вы от этой мысли не можете никак избавиться. Потом у вас, по мере того, как вы прокручивали много раз эти мысли в голове, у вас начинает биться сердце. Мысли продолжают крутиться в вашей голове. Со временем у вас начинает жжение в груди. И вы, опять, продолжаете крутить эти мысли в голове, потому что они навязчивы, и вы не можете от них избавиться. У вас уже переходит к боли в вискам. Соответственно, переходит к боли в вискам, и со временем у вас появляется высокое давление. Вот так агрессия связана с гипертонией. Я знаю это из собственного опыта, потому что я работала с гипертонией, прорабатывала эту болезнь. И как известно, что наше подсознание заботится о нашем здоровье и о нашем благополучии. И когда человек постоянно переживает различные негативные ситуации, проживает определённые негативные эмоции, то, естественно, это отражается на нашем сердце. Наше подсознание очень заинтересовано в том, чтобы мы жили долго и счастливо. И для того, чтобы нас защитить и создать для нас безопасность, подсознание создаёт вокруг нашего сердца сердечную стену. К примеру, если вы проявляете какую-то злость или агрессию, то, скажем так, вы будете без этой сердечной стены, вы будете реагировать на эту ситуацию, например, на 10 баллов. Естественно, это будет вред для здоровья. На первый взгляд, это кажется неплохо иметь такую защиту, но, тем не менее, сердечная стена чревата своими последствиями. И цена, в которую обходится нам эта сердечная стена, невероятно высока. Сколько людей остаются одинокими и несчастными только потому, что их сердце окружено стеной. Сколько людей никогда не узнает, что такое любовь, и не встретит родного человека. Сколько женщин и детей станут жертвами семейного насилия. Сердечные стены приводят к депрессиям, разводам, насилию. Жёсткость, передаваясь от родителей к детям, порождает все виды деструктивного поведения. На социальном уровне сердечные стены порождают непонимание, предрассудки, ненависть и жёсткость. И различные заблокированные эмоции могут выстраивать стену вокруг вашего сердца. Стену, которая не позволит вам наслаждаться жизнью во всей её полноте. Всем тем, кто считает, что женщина после определённого возраста не может выйти замуж, могу посоветовать избавиться от стены вокруг сердца. Оставайтесь открытыми для возможностей. Сердце обладает собственным разумом. Оно может думать, чувствовать и помнить. Эту стену создали заблокированные эмоции. И наше подсознание знает, что должно его защищать. Во что бы то ни стало, любым возможным способом. Сердечная стена защищает вас в эмоционально нестабильных ситуациях. Но цена, которой приходится платить за эту защиту, очень большая. Сердечная стена защищает вас в эмоционально нестабильных ситуациях. И эта стена замораживает чувства и изолирует от людей. Человеку одному комфортно. Человек, у которого есть сердечная стена, не способен любить в полной мере, так как энергия любви, хранящая в его сердце, не может пробиться сквозь неё наружу. И по этой же самой причине, любовь, которую дарят ему другие, не может достичь его сердца в полной мере. В результате, если травмирующие события привели к тому, что вокруг вашего сердца образовалась стена, вы отгораживаетесь от людей и оказываетесь в частичной изоляции. Если травма была глубокой и причиняла вам настолько сильную боль, что вы не могли её переносить, создание стены вокруг сердца могло оказаться на этот момент правильным решением со стороны вашего подсознания. Но если вам не удаётся от неё избавиться, вы оказываетесь в ловушке своего прошлого и не можете устанавливать по-настоящему искренние и близкие отношения с людьми, даже с теми, кого любите. К примеру, если у вас проблемы, связанные с деньгами, то этому могут способствовать заблокированные эмоции в вашем организме. Это может быть и 3, и 5, или также больше или меньше, меньшее количество эмоций. А также эти эмоции могут быть и унаследованные. Проблемы со здоровьем также могут вызывать определённые заблокированные эмоции, от которых нужно избавляться. Чтобы разблокировать эти эмоции, можно использовать магнит. Для разблокировки одной эмоции, ну где-то по времени приходится потратить минут 20. Чтобы разблокировать негативные эмоции в нашем теле, мы задействуем наше подсознание. Вначале мы устанавливаем связь со своим подсознанием, выясняем нужное количество заблокированных эмоций в теле, ну и по определённой процедуре убираем с помощью магнита заблокированные эмоции. В следующем видео я расскажу более подробно, как продиагностировать себя на предмет того, есть ли у вас в теле заблокированные эмоции, или есть ли у вас в теле скрытая сердечная стена. Также расскажу, как установить связь с вашим подсознанием, чтобы получить нужные ответы. Ну и соответственно, чтобы получить нужные ответы, нужно задать правильные вопросы. Вы также можете себя продиагностировать и выявить, есть ли у вас заблокированные эмоции, которые вызывают у вас безденежье, или же есть ли в теле заблокированные эмоции, по которым у вас не ладятся личные отношения, или же невозможно построить карьеру, а возможно у вас есть в теле заблокированные эмоции, которые вызывают у вас, например, болезни сердца, болезни ног, ну или какие-то другие болезни. Также я обращаю ваше внимание, что этот метод подходит абсолютно всем, нету никаких ограничений, и я использую диагностику и разблокировку негативных эмоций, работая с людьми онлайн. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале, ну и конечно ставьте лайки и пишитесь в комментариях, и делитесь этим видео со своими близкими и друзьями. Всем пока, на связи была Елена Макаренко. Субтитры сделал DimaTorzok